Это программа «Мой район». Наверное, эклектика, но до Китчи они не дошли, слава Богу, и не могли бы, потому что занималось огромное количество. Мы помним дом Морозова, над которым смеялась вся Москва. Мама говорила раньше, я думал, что ты дурак, а теперь вся Москва. Но это сегодня дом дружбы, это уникальное здание с эклектикой. Вообще эклектика – это вкусно. Я приехал в Москву в 83-м и практически в 84-м поехал рисовать этот дом, потому что он был со всех сторон творческий. Там ни одна фигурка не повторялась. Дом сам по себе очень вкусный, раскрашенный, и проскуренный, и Гоген. И там огромное количество архитекторов было, которые занимались профессионально, закончил Академию художеств. И в сочетании, вот тот же самый Корбезье сказал, что вот этот дом, как бы единственный, который надо оставить, всю Москву снести. Ну, кроме Кремля, кроме Кремля и небольшого стратега. Ну, кроме, да, ну вот архитектор был мирового уровня, один из самых великих архитекторов, насколько дом ему понравился. Сегодня там проводят экскурсии, люди хотят попасть туда. Все-таки это и самый уникальный дом, как вы сказали, и свое отопление, и телеграфы, и телефоны. И это все в начале прошлого века, и там, поэтому Луначарский, там Крупская поселились, туда часто ходил Майковский и написал стихотворения. Булгаков, там работал Булгаков, да, там жил Григорович. Я бы хотел еще добавить по поводу, как этот дом пережил Вторую мировую войну, да, Великую Отечественную. За счет того, что у дома крепкие стены, дом строили таким образом, чтобы вот эти котлы, которые отапливали восемь котлов, в случае, если они там взорвутся, чтобы дому не нанесен был никакой уровень. Я хочу уточнить, не во всех домах в ту пору были вот эти котлы, да, антегорически, не во всех. В этом доме отношения он был уникальный. И в этом доме было бомбоубежище. Ну, изначально оно же, наверное, не было бомбоубежище. В начале это были подвальные помещения. Снаряды, на самом деле, во время Великой Отечественной попадали рядом, но дому не был нанесен никакой урон. И вот по одному из мифов есть вот такое вот животное, такое мифическое, скажем так, саламандра с красными рубиновыми глазами. Так как саламандра не горит, то они защищали здание. Но, как мы видим, эти саламандры, они защитили здание не только от пожаров начала XX века. Они защитили во время Великой Отечественной войны. И даже они защитили от Лекар-Бюзе, который на самом деле он предлагал полностью изменить весь центр Москвы, поменять логистику города. А вот про это здание он сказал так, что его нужно и следует сохранить, чтобы им восторгались следующие поколения москвичей. Ну, они там учли все. У них даже квартиры 13 нет, там 12, сразу 14. Да, до сих пор нету, да? Там есть квартира 12А. Страховое общество, являясь заказчиком этого здания, старалось застраховать себя просто от всех возможных нехороших случаев. И вот эти вот химеры, которых мы сейчас видим на экране, иногда называют горгульями, на самом деле они служили для того, чтобы отгонять злых духов, отгонять злую энергетику, чтобы внутри пределов этого участка ничего плохого не происходило. Как показывает история, это сработало. Мне особенно нравится вот эта вот химера, человек с головой слона. Она выглядит настолько необычно, даже в наше время, она выглядит просто потрясающе. И клетные элементы, они не повторяются. То есть мы видим абсолютную такую вот прекрасную эклектику. Проскурен, он гениальный архитектор, да, при этом очень скромный в жизни был. Он взял вот это все многообразие, которое присутствовало в архитектуре, и все это соединил настолько филигранно и утонченно, что кича не случилась. Мы смотрим на это здание, и каждый фасад нас удивляет. С каждой стороны мы видим, как фасад меняется, раскрывается другая история, внутренние дворы дают совершенно другое впечатление. Вот, к примеру, вот эта вот башня, это прямая ссылка к Спасской башне Кремля. Вот это, да? Да. Там же было и как бы позднее барокко, итальянское, учитывая стрельчатые вот эти башеньки, которые как в Кремле. Часы, вроде бы, были вторые часы по значимости в России, в Москве, по величине. Там же еще и колокол был или есть, я не знаю. Есть колокол, он был без языка. И один раз всего, когда вы только построили, видно, людям это мешало все-таки, люди просыпались, богатые люди хотели еще поваляться, как аристократы приходили в 6 утра, а тут колокол. Не монашеский дом был, наверное, а может быть просто и это был как символ. То есть он никогда этот колокол не использовался по назначению? Он использовался раза два всего в жизни, насколько я знаю. А как он без языка мог использоваться, в принципе? Добавляли язык. А? Не отключали иногда гири. Могли стучать гири какой-нибудь штангой какой-нибудь для веса, но звук был сильный. Они отнеслись ко всему, вот на сто процентов. Они не пожалели денег, деньги были величайшие. Там есть все. И вода, и газ, и отопление, и прохлада, и тепло летом, и охлаждение, и воздух. Там нельзя их даже было травить. Газами, какими-нибудь там душилками нельзя было. У них все было автономно. Они могли там прожить, а запаслись бы продуктами, несколько лет не выходя оттуда. Целый город в городе. Я все-таки пытаюсь насчет вот этой автономии понять. Вот эта история с котлами, с артезианской водой. Сейчас уже дом подключен просто к городскому водопроводу или по-прежнему вы пользуетесь? Я думаю, городской, конечно. Там же все разрушили. Там вот показывают какие-то детали, когда экскурсию проводят. Там типа каминечка остался такой, какой-то буржуйка. Но это уже не рабочие. А у вас есть камин? Есть камин, конечно. А где-то, наверное, фотки даже, они, по-моему, мелькали сейчас, нет? Камин есть, но он, к сожалению, не работает. Он со временем войны там был какой-то. Вот он. Вот это, да? Его надо чистить. Говорят, что потерялись планы этих дымоходов. Ну, мы пробовали, тянет в комнату, да. Но мы как-то решили так декоративно он себя... Камин-то роскошный. Он еще... Он, да, шикарный, конечно, израсы. Израец. Потом я так понял, что я бывал в нескольких квартирах в доме. И они все разные, камины эти. То есть такое изобилие всего этого было. Вот, люди жили как в музее. Ну, вот я могу дополнить, ну, кроме вот этих вот суеверий, да, огромного количества химер, которые должны охранять периметр здания, отсутствие 13-й квартиры. Первые жители, они первое время думали, что с домом что-то не так. Они постоянно слышали какие-то странные звуки, доносящиеся по ночам из коммуникаций. И, естественно, что люди могли придумать? Ну, какое-то самое простое объяснение, что это какие-то привидения, может быть, там, строители, которые подверглись несчастным случаям во время строительства. И начали придумывать все возможные легенды. Но на самом деле звуки эти имеют простое объяснение. Это несовершенство технологий начала 20-го века. Та же самая система воздухоотведения, подведения горячего воздуха в квартиры. Она не была идеально настроена. Эти системы не были налажены. Поэтому искаженные звуки людям доносились. Возможно, сейчас, не приведи Господь, разрушить там надежь и золотые копилки, бриллианты. Люди же прятали, особенно когда началась революция, дом же был еще. Мне кажется, что дом надо полностью восстановить как часть музея. Здесь, конечно, много художников работало, в том числе и Булгаков. Там же работал в ЛИЧе секретарем. Там много кто присутствовал от Кабакова, который там жил. Но и приходили другие художники знаковые. Туда попасть было очень сложно. Я вот слышал, Кабаков, дом. Очень интересно. Огромное вам всем спасибо. Прозвучала фамилия Булгакова. Мы после рекламной паузы как раз узнаем, какое отношение Булгаков имеет к этому знаменитому дому страхового общества России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова